Привет всем, это Борода Ньюз. Если вы узнали меня, то точно подписаны на канал Хоккей Спорт 24. Если нет, то представлюсь. Меня зовут Дима Ярокалов, а вы ставьте колокольчик и жмите лайк. Здесь не будет ни слова о футболе. Погнали! Чуть больше недели назад в Риге отгремел чемпионат мира по хоккею. Впрочем, отгремел громкое слово. Почти весь этот непонятный турнир прошел при пустых трибунах, то есть в тишине. Дураков, готовых отдать по 300 евро за билет, оказалось не так уж много. Так бы и прошел незамеченным этот ковидный чемпионат мира, если бы не громкое падение сборной России на лопатке. Всю эту неделю нас пытались убедить, что в этом поражении от Канады нет в сущности ничего страшного. Голосы Морзенбаума напевали, что Канада это вам не Уганда. Рассказывали, что победы на Евротуре также важны. Ну и обещали, конечно же, обыграть эту Канаду на Олимпиаде. И подпись под этим обещанием ставил сам Роман Рутенберг. Ну дальше всех пошел тренер сборной России Альберт Лещов, прикрывшийся неким планом Б. Легко жаловаться на клубных тренеров, на усталость игроков после плывов КХЛ, на дефицит центральных нападающих. Удобно уже постфактум говорить, что мы на самом деле не медали ездили выигрывать, а готовиться к Олимпиаде без НХЛовцев. Да только сами зачем-то привезли десяток этих самых НХЛовцев. А вот разбор собственных ошибок, нет, не слышали. На чемпионате мира у нас был вратарь из НХЛ. Правда, сыграл он один матч, от вылета не спас, и был это Сергей Бобровский. Так и тянет сказать, всего лишь Бобровский. Ведь несмотря на две его визины, в топе в НХЛ сейчас совсем другие русские вратари. И сразу двое из них играют в Нью-Йорке за одну и ту же команду. Русские бригады вратарей в НХЛ, конечно же, были и раньше. Бобровский Брызгалов, Шталенков Хабибуллин, Василевский Набоков. Ну, даже сейчас по соседству с Айлендерс, квартируются рейнджеры Шестеркин и Георгиев. Но никто из них не забирались так далеко, как Илья и Семен. Тандем Варламов-Сорокин уже прошли два раунда плей-офф, а в первом матче с Тампой зачехлили чемпионское супернападение. Уже сейчас, без колебаний, можно сказать, в финале Кубка Стэнли будет играть вратарь из России. Но впервые в истории там может казаться русская бригада. И в сущности, не важно, кто будет первым номером Айлендерс. Варламов, который в 33 года вышел на пик карьеры и забыл о всех своих многочисленных травмах. Или 25-летний новичок Сорокин, который прямо сейчас доказывает, что в топа можно вырасти и за пределами НХЛ. Новички в клубах НХЛ из ЦСКА явления часто и почти бесперебойные. Наверняка такие найдутся и в следующем сезоне. Больно уж любят в сильнейшей лиге мира дербанить армейцев. На очереди первое звено. Очередное первое звено. Забрав за океан Григоренко и Капризова, наши западные партнеры подтянулись за их преемниками. Тройка Мамин, Шалунов, Акулов весь сезон тащила атаку ЦСКА, шатала КХЛ-овскую регулярку. Ну а с наступлением плей-офф КХЛ равных им в лиге и вовсе не осталось. Да только после поражения от Авангарда в финале у всех троих синхронно закончились контракты. Шалунов смотрит в сторону Америки и ждет решения Чикаго. Мамин не может договориться с ЦСКА и готов вернуться во Флориду. И только Акулов, самый востребованный из этой тройки, никак не может решиться на этот шаг. Лучше бомбардировать ЦСКА две маленькие дочки и чувство, что в России он недозаработал. Да только у тех, кто боятся выйти из зоны комфорта, всегда найдутся веские причины. Но потом могут туда уже и не позвать. Удивительным образом и прямо на наших глазах меняется финалист Кубка Гагарина. Тот самый, что до Кубка все-таки дотянулся. Вместо того, чтобы попытаться стать командой династии, Авангард устроил глобальную перестройку. И что-то нам подсказывает не совсем добровольную. И ладно бы ушел только Ковальчук, который, как любой престарелый супергерой, пришел, увидел, победил. Наверное, сложно было бы отговорить Щенахова и Семенова от мечты, то есть от НХЛ. А вот продавать лучшего бомбардира прямому конкуренту за 20 миллионов рублей – это ход, прямо скажем, оригинальный. С уходом Рида Буше у Авангарда почти не осталось креативных, но при этом здоровых нападающих. У Якупова проблемы с сердцем, брюквен ломанный, переломанный, а Косов в любой момент может уйти в запой. Кажется, эта картина должна называться «Толчинский» и «Пустота». На церемонии вручения наград КХЛ Павел Дацук дважды поднимался на сцену. Поднимался немножко тяжеловато своей привычной и узнаваемой полухромающей походкой. Волшебник стал бесценным игроком, то есть тем, за кого голосовали сами болельщики, а также получил приз за верность хоккею. Тут бы выйти и красиво объявить о завершении красивой карьеры, но, похоже, не в этот раз. Кажется, что именно две эти награды спутали карты и заставили Павла Валерьевича сомневаться. Ведь болельщики недвусмысленно дали понять, что он все еще их любимчик, даже в 42 года. А награда имени Гемаева напомнила, что любовь и преданность хоккею важнее денег, которые Дацук уже заработал. Прямо сейчас о продолжении карьеры задумываются Зарифов, Мазякин и Дацук. И сколько бы молодых игроков не появлялось каждый год на горизонте, одновременный уход сразу трех легенд КХЛ больно ударит по лиге. Павел Валерьевич, не бросайте нас. На этом все. С вами был я, Дима Яркалов и Борода Ньюз. Жмите колокольчик, ставьте лайк и помните, что летом хоккей никуда не уходит. Не уходим и мы. Прощаемся с вами. До следующей недели. Аревидерчи! Субтитры сделал DimaTorzok